так ну прежде чем поехать давай все-таки поздравим всех наших зрителей подписчиков с новым годом с рождеством поскольку мы это с тобой дело просохать или ну не знаю как ты это точно все пожалуйста простите не было времени очень много хлопот очень много всего всем всего хорошего всем огромного здоровья чудовищно огромной удачи и чтобы все все у вас получалось в этом году чтобы все исполнил все что вы задумывали ну и вперед поехали даже добавить ничего так ну здесь я в общем ощущаю себя сейчас туристом первые во франции нет конечно не впервые просто у нас как-то с тобой не получилось ее осветить как бы видел твои ролики и ролики других блогеров ну так сказать наши покатушки по этой территории еще не случались едем первый раз снег валит вов да кстати с этим зимним модом вообще не то не то в смысле не то в смысле знаешь не ощущается то что это какая-то новая территория как это здесь новая растительность и так далее то есть такое чувство что но где-то по скандинавии едем по какой-то может быть ее новому каком то району там не знаю по каком то глобальном дополнении с этими узкими дорогами и так далее но все равно круто теряется вот это все сразу туда круто то конечно дать эту я у меня у меня допустим вот эта дорога даже еще даже не открыто я кстати тоже как мы меня тут все серые часто обалдеешь когда подъедешь к шлагбауму чуть чуть хочу закрыть то вот это так как так как они нечего осенью серьезно не синхронизирована неправда но ничего страшного и что это везде так как я только находил только здесь только на этой базе такой прикол на стриме сюда тоже приехал один раз думаю надо это последний городов как раз остался чтобы улучшить я вот видел на литве какой то кстати ты скидывал то это где ворота отъезжают но 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 это наверно вот отсюда все дается судрано то в принципе да тема жуча на карте тоже тот тоже так же сделал издевался надо мной на стриме там ягра сестерного скину скинула скинула подъехал ворота на база закрытая как так как я думал у меня троллил на юге да я думал меня затроллил ближе подъехал раз ворота открылись даже со своим звуком там с каким то ничего себе слушаю с ума сойти так ну ладно помимо франции что мы имеем какие слухи какие новости мишлены говорят мишлены да вот на на этой неделе но ведет выйдет как бы завтра то есть сегодня то есть понедельник как бы вроде как обещали но не знаю посмотрим чего не опять там как но пообещали да на этой неделе сделать анонс раздача опять же это понимаю будет условно бесплатная то есть первые там 30 там 40 тысяч ключей будут раздаваться за репосты и лайки я так понимаю ну да что то они как то свои социальные сети туда прикрыли то есть вроде как типа следите за новостями там не знаю может быть быть такая же тема как и со шварцмюллерами то есть через блок форму просто заполнить там привязать аккаунт с димовским все но и наверняка все так же будет как и со шварцмюллерами которых в мультиплеере мы можем наблюдать только на базах в на лоза просто посмотреть вздохнуть и проехать мимо ну хотя фиг знает посмотрим вот сейчас учет узнать почему то начинаю задумываться вот если так подумать скания гриффин опять же тот же взять да он же работает мультиплеер и все его видят как бы все нормально яму тоже идет отдельным дополнением то есть как бы в базе там ничего общего с ним нет но даже даже не знаю что теперь это ответить я тебе говорю что что то здесь как то не то но все таки наверно проще чтобы я просто не знаю как выглядит как выглядит машина с тюнингом скани у человека которого этого тюнинга нету все таки наверно дыры на машине легче грубо говоря мультиплееру вынести чем просто отсутствующий прицеп ну это да ну это да не знаю ну наверное можно все таки как то как то подпад обхитрить код игры чтобы он допустим вместо шварцмюлера какой то обычно просто телегу подставлял для тех кто у кого этого дополнения нету ну так же вот как из франции перебью тебя у кого франции нет соответственно нет новых баз у них просто трейлеры белые и все еще такая фишка вот с этими новогодними подарками значит они стали разрабы добавлять сюда в мультиплеер в мультиплеер один единственный файл под названием xmass.c почему все ездили с пустыми телегами да с пустыми флотбедами все ездили вот именно поэтому то что ну да я тоже внимание обратил что очень много людей ездит с с незагруженными платформами ну я как бы сам своим пешком догадался умом что это наверное люди возят подарки ну не знаю почему они не захотели так же можно было потом этим обновлением его и вырезать согласись никаких проблем бы и не было ну да кстати о подарках для тех кто еще наверно может быть не в курсе хотя наверно таких нет акция продлена до да и не дай соврать до 15 января на ряда и все кто не успел можете успеть 10 грузов в разные города и соответственно дополнение станет вашим напоминаем что продаваться она не будет это в тоже такое же дополнение как свое время были эти как они рейвен да 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 которых у меня нету потому что весь прошлый когда позапрошлый новый год я провел на работе и не смог получить не смог откатать 5000 км ну бог с ним ничего страшного ничего и не потерял колеса эти районовские по моему никто и не используют никто с ними не ездит по краске так и тем более а разве нету этих в этом в каком в этом вилтюнинг который колеса их разве там нету вилтюнинг паки но они как бы там функция добавляется их использовать красить и так далее но их как бы не надо что я разогнался сколько едем с ними у нас я 90 поставил а это я просто впервые за долгое время везут не контракт а мощность почувствовал а сутки уже подбирается скорость а я что давлю и давлю вот что еще что еще можем обсудить не знаю наверное ну как не знаю самое главное событие вроде как разгадали то что это будет в феврале это 8 на 4 лютые негабариты в феврале там короче в конце трейлера то ли п.ф. написано на 5 лет те вот этот чумовой вот этот огромный подарок да 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 это ангел какой то мне кажется это я кажется это просто какой то не знаю как дни шейк декабрь не знаю как это просто какая то шутка причем не очень удачные да ну нет и чего могут сделать вообще совершенно спокойно тем более как то давным давно я вам по моему скидывал фотки с 8 на 4 в куб иначе выставляешь что представляешь какое поле откроется для надо делать да но в мультиплеер это работать не будет в сфере 8 на 4 будет работать а вот за трейлера я не знаю наверняка там трейлера будут и шварц мюллеровские потому что они по любому же поднегабариты тоже делают трейлеры что он следует ему что да и скорее всего да что то там будет какая то сложность но посмотрим посмотрим ну вот умельцы разгадали типа там как-то с французского там что ли вот это из какого-то там языка пф это значит конец февраля или что-то в этом роде посмотрим но не просто же так они этот номерной знак вставили пф 2017 правильно знаете что то есть в этом вот кто то разгадал возможно возможно красота такая в этом тут еще круче особенно в это время часов 3 и от трех до пяти вот это самое нормальное во франции но отчеты зимней жены не обязательно ищем вот как бы но шанс в принципе нет да можешь и не качать если тебе нравится прям летний виды дал можно отключить просто напросто в настройках на больше удивляет тут видел несколько стримов так сказать заходил смотрел некоторые ездят летом и вот северка идет да 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 афа генеральный просто вовсе этот счет про как пропускный пункт здорово придумали что вроде как бы притормаживаешь и в то же время не останавливаешь просто на скандинавии их как ехал так и подлеток их их проходишь на том как ехал сто пятьдесят домом и ехать можно особо не заморачиваться да здесь приходится немножко сбросы так все так понимаете свет там врубил уже да ну ближний долл я могу еще дать дальний бум ммм не надо спасибо я читать здесь пока не намерен в первую очередь все таки наверное невозможно пока исправить вот это да отсутствие задней стенки но я же как таковое в самой модели то нет если в зонозе даже вот открывать и я тогда еще удивлялся когда поводу еще там в свое время какие то пытался делать то что в салоне ну да как в таковом там собственно говоря нету сзади ну ладно что значит пытался что вставать не прибегись на кастрюме все помнят твой этот этот две тысячи или как он там тепло колхоз то есть нужно взять которые 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 по итогу че тут я там навернулась там что то все пропало шеф короче гипс снимают клиент выезжает ничего не ничего не получилось а все так же но кто кунобил более менее сейчас хотят помогает храдай прописки ковырят нужно так по памяти помню что где находится но с задних стенок да там как бы реально не было это печально как тебе ну как бы пусть не в тему подсказано рискейл а т.с. да вообще от души вообще просто получилась мега просто гипер ультра крутецкая игра я даже не знаю я в восторге был когда он вышел и ничего подобного от эскейс не ожидал и я представляю теперь насколько будет обширно карта когда выйдут когда когда дойдет работа уже до северных там штатов или там до каких там до даже не до северных вот когда они просто сделают запад восток ты ну за час там за полтора вряд ли доедешь час полтора мне кажется это вот три четыре штата не больше потому что очень действительно очень здорово очень 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 все здорово сделано жалко что и т.с. это не грозит но принципе и так нормально получается действительно две разных два разных продукта то есть они теперь отличаются кардинально то есть если ты теперь в етс я могу за полтора часа пролететь до 2000 километров и это будет нормально то в етс я за то же время ну ну учитывая соблюдая все там скоростные режимы там и всякое такое я думаю не более 500 там 600 миль 6 но это еще сильное заявление проверять его конечно же не буду но христос христос то есть что это за год массу шишки да но возможно поживем увидим как говорится очень очень здорово сделали очень все детально очень все классно очень супер молодцы так что почему почему так тяжело стало вдруг мы с нашей рио все то догоняю и вот это того его извини меня у меня полудохлый пока у меня у лошадей то немного например сколько 700 и то у меня 500 10 по моему я даже не знаю сколько у них не будет смотреть дальше что шильдик на на оптовке купил автомобильный приклеил ухо то есть это не настоящий сечер как я все не вижу иконтакте 510 наверное чуток это что все тут что тут еще от него ждать либо 510 либо не дав другого не дано но 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 чем в прошлое года всем это не нравился ему этот зимний мод мультиплеерный что постоянно как не зайдешь постоянно темно кстати вот я еще еще заметил чем на тс кому тепло и отличается там световой день идет дольше еще время почему то там идет дольше я не знаю почему мне так кажется но реально такое ощущение что ну в зависимости может быть от как бы самого резайза мапы то есть ну ты же группа говоря все должно замедлиться то есть и передвижение и соответственно и время затрачиваемые то есть я думаю что изменения коснулись не только просто тупо карты а так нам вот сюда если я не ошибаюсь встречка ничего себе но это не дорога дураков так что что там все так же пока происходит ну конечно в том же да режиме конечно франция вышла стала знаешь как то немножко поспокойнее потом как раз начались вот эти все распродажи стимовские новогодние народ но прибавился но сейчас вот уже вчера уранцы так на франции же не было скидки никакой но все равно франция вышла и народ сюда поехал то есть народу здесь во франции стало немножко побольше особенно возле парижа почему то они все начали вдруг собираться там уже тогда объездная и как раз ты только в париже заезжаешь и там гараж и все и там просто мясо и там дорога такая же как на дороге дураков узкая вот такая знаешь одна полоса я понял я понял да 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 все там собирались вот постоянно но это было не долго это где-то день два наверное потом ну уже стали потихоньку возвращаться и сейчас вот я уже хочу сказать что пробок нет таких как раньше что встанешь и стоишь но трафика много очень много очень много турков очень много румынов стало то есть ну турки это просто капец вообще это какой то я не знаю тайфун какой то они как попало ездят и он свое своеобразно да и вот сам самое страшное что говорят вроде даже они в реальной жизни также ездят то есть как попало никаких у них порядок у них же у них практически нет правил то есть там самое главное не снеси никого и все так езжай как хочешь это как в этом анекдоте там что-то по боку по моему или там не помню там подбелись там едет в такси мужчина не местный и переживаю за то что таксист хоп там на красный свет все пролетело он говорит а почему говорит вы там ездите так что на красный свет нарушаете он говорит ну я же джигит что мне буду ваши правила исполнять типа мне нормально на красный свет я про ян и к другому перекрустку подъезжает горит зеленый он останавливается а теперь что остались и брат сейчас из-за угла другой джигит вылетит у них у них что то типа того же да 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 но вчера говорю свидетелем встал пока что там ванек улетал я уже ждал на обочине просто стоит что то пятую камеру включил и смотрю назад как там машинки сзади ездят и вот знаешь на обочине стою он вроде ну как показывает что останавливается и на обочину потихоньку а за ним еще человек пятна на летит с такой же скоростью как и он ему просто что-то взбрело в голову с обочины развернуться и поехать обратно просто не пропуская никого просто хлоп поворотник и прям перед сам носом перед их ним давай разворачиваться я вообще шалел ну естественно там случилась авария вот это очень часто у них такое было же был была такая ситуация тоже где-то ехал не буду говорить где чего-то жена ночью причем еще такой глубокая играл наверно часа три наверное была ночь ну и знаешь как это бывает пилю пилю задумался о чем своему зон играет то есть и ну короче не сразу я заметил фары на встречке плюс это была легковая то есть а я шел ну по средней полосе но он мне прям четко в меня то есть я попытался влево уйти ну меня поймал и ссоре бро ссоре ну естественно у него префикс tr и потом когда я уже выложил все этот ролик на youtube то есть но отправил ссылку админом там все дела ну чтобы суд так сказать начался то мне потом пишет в комментариях мол за что ты типа я же извинился то есть у них все просто то есть вот вот он в мантохал свои ссоре бро ссоре но если ты дальше поехал то есть у них не надо так делать товарищи турки не прокатить шкода да это вот уже хуже головы и одиночки стало это шкода но как то же место не было на втором сервере пошел на первый я помню просто как я его любил как его защищал как я вообще то есть я посмотрел что на нем 2000 там с лишним человек думаю ну ладно съезжу вспомню как это было не знаю просто не знаю никого не обгоняешь никого не догоняешь то есть все абсолютно все едут 90 км в час то есть нету ты на дороге не встречаешь практически никого но в попутном направлении так скажем то есть если здесь еще есть какая то возможность там каких то других муж регионов там кого то обогнать или тебя кто нибудь обгонит то там это вообще невозможно они первый сервер и рейпи все что там потихоньку уже так начинают хотя он раньше играли мы там с тобой в праздновании опору или не были только за него м на втором все были идиоты сейчас даже пожалуйста м на горе на втором на втором все были сумасшедшие то есть и м да м все что значит а четвертый четвертый я вообще не знаю отчетом но они его открыли знаешь когда первый второй третий они отключали было и такое да да вот несколько дней назад перед рождеством они включали сервера но типа перед новогодними праздниками после новогодними после новогодних праздников типа то что народу много мы не хотим чтобы сервера падали и так далее и на профилактику отрубали но естественно чтоб народ никуда не уходил не скучал они открыли четвертый по моему пятый еще даже был сервер и вот весь народ играл там и когда их запустили оказалось что на четвертом ну сутки наверное точно онлайн был больше чем на втором ну вообще народу насрать где играли количество слотов одинаковое везде две с половиной тысячи даже две с половиной да было такой народу просто реально насрать где ездить как я понял то есть лишь бы чтобы только дорога дураков наваливать и и все и можно было ехать но на четвертом сервере у нас лично с саньком пинг был за 300 даже по 400 вот после после недавних вот особенно обнов вот как вот этот лаунчер вышел у нас пинг с ним поднялся то есть тоже помнишь у меня поначалу был сто сто пятьдесят потом он упал где-то дед дед наверно до 80 ну и принципе разницы никакой не заметил только цифры меньше стали и все то есть как были какие-то лагеря синхроны так это все осталось но сейчас вот опять после их последнее обновлено почему то опять пинг стал сто двадцать постоянно непонятно то есть еще с восемьдесят семь пинг ну вот из за того что народу нету рядышком поэтому вот когда едешь по этой д д там да там сто двадцать сто тридцать шарашек и все еще такие не то что у тебя там какой то слабый компьютер не вывозит там интернет хреновый то что у тебя пинг прет это не лагает все это просто реально сервера не увозят такую нагрузку когда в одном месте что сейчас так я внимание обратил что борода светится классно в зеркале но вот это прописано 30 лампочек а нет ни 30 60 лампочек снизу прописан ну ничего себе а юбки повторены еще по четыре раза что левое что право и получается как бы ну а не поровну светят но этот 59 да он правильно все это так с как он этот стрелок это как стимул что то быстро и что даже не это не успел понять что случилось 6 часов уже все теме блядь снег сейчас будет отключить чуть-чуть бесит а у тебя эти летают что сниженки а я сразу вырубил я немного покатался еще тот год я понял что это полная фигня потому что едешь и знаешь такое ощущение что они нет вот лоб тебе летят а из за спины откуда то вылетают из кабины так как надо есть такое что и это рандомный полет у них чуть ли чуть ли не по кабине летают да ну тут вот кстати в этом городе по ходу первый раз не у меня открытый но у меня он тоже открыто место у открытая видимо здесь просто летал туда по городам открывал для очистки а залетел ну а ты их ты читер у меня все по чесноку я что то прям так торопился тогда думаю надо все уже ладно открыть так открыть блин у меня еще до сих пор наверное ачивок тесна 9 наверное не открытых у меня три осталось там надо будет топливо перевести не у меня до сих пор висят еще контейнеры эти как их сыпучка ну на карьеры вот и вот и топливо да и вот эти две скандинавские надо как нибудь заняться а я все че то это все мне никогда не как так че где мы с тобой встанем ну я не знаю ты хотел куда то на какую то базу заехать ну сейчас направо и там можно налево там что-то типа какой то автобус на остановке или че я не знаю вот сюда да так что в последнее время все если по дороге этой катаюсь туда обратно раз на автобусную остановку приехал так ох какая подвеска жесткая пробивается сильно так так вот прям вот здесь тоже стеночки вот так вот пристану под цветом фонарей скажем вот так вот у нас понял но я вот так вот отлично но можно сказать что мы немножечко так хоть здесь прокатились посмотрели что то что что это такое вообще надеемся что чуть 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 реабилитировать сейчас сейчас будет небольшая пауза после которой мы скорее всего продолжим ну вы соответственно видите все это уже чуть попозже с да ни к чему не готовились да все получилось совершенно ну как всегда впрочем впрочем как всегда поехали поехали никаких тем не было заготовлено поэтому если что камнями в нас не кидайтесь не надо мы старались мы стараемся да ну в общем всем спасибо вот такой получился у нас рейс первой в 2017 году надеюсь вам понравится и вы придете к нам еще да и посмотрите нас обязательно что нибудь там напишите хорошего в комментариях можно и нехорошим но лучше не надо ха 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 ладно в общем все всем пока пока пока